например вот такая пряжа лана джелонг точно также видно что после этого это образец после этого она покрывается пушком можно вязать в одну нить например на спицах номер три потому что бобине может показаться что она тоньше но вот после этого она ведет себя именно так например вот такой артикул у нас есть нескольких цветах артикул virginia merinos вот можно вязать в одну нить можно вязать в две нити не для наглядности связано в две нити но на спицах четверка можно вязать и в одну нить на спицы два с половиной три или например вот такой хлопок у меня уже из него даже связано целое платье вот так выглядит полотне и вязала его на три с половиной это опять подтверждает лишний раз то что эту пряжу можно вязать в одну нить или вот такой например меренос тоже у меня связанные изделия уже у нас он есть наличие в мире он беренос в пасмах 260 метров 100 граммах тоже можно вязать на спицах три три с половиной два с половиной в зависимости от того какая у вас плотность вязания это всего лишь небольшой обзор того что можно предложить новичкам да наверное предвижу такие вопросы о том что но вот хлопок может садиться шерсть тоже подсажется безусловно для этого мы вяжем образцы я всегда советую вязать образцы даже если это касается не новичков вязания потому что иногда бывает что но это скорее исключение чем правило бывает что пряжа идет себя несколько иначе которые вы привыкли но тем не менее все таки вернусь к тому что вот то что я сейчас показал на видео я считаю это нормальная пряжа для того чтобы начать вязать из нее новичку или тому кто давно не вязал если у вас будут вопросы задавайте их под видео я расскажу и под видео обязательно размещу ссылку где посмотреть а те виды пряжи которые есть на этом видео чтобы вы посмотрели какой метраж какой состав какое название цвета всем добра и приятного вязания